Дарья Раэлян Я читала отзыв на книгу и понимаю, что там есть какая-то психологическая подоплёка, потому что в отзыве было сказано, что, слава богу, такие книжки выходят, потому что мальчикам нужно на что-то опираться для того, чтобы они выросли настоящими мужчинами. Все верно. Это история такая героическая, можно сказать. Это история дружбы, это история взаимопомощи, это история любви и понимания вообще, что такое настоящая дружба, настоящая выручка в трудных ситуациях. Поскольку герои попадают в такое, ну, можно сказать, это приключение целое. Получается, они не слушаются родителей, как многие детки в определённом возрасте. Они, конечно, тоже не исключение. И так получается, что попадают в такую передрягу и помогают друг другу из неё выбраться. Поэтому да, есть смысл в этой книге определённый. Я намеренно его закладывала для того, чтобы детям показать, что такое дружба. В названии сразу заявлено место действия, лесное приключение. Всё происходит в лесу. Всё верно. Да, лесное приключение, поскольку отправляются главные герои в необычную поездку. Они с родителями отправляются в лес, в палаточный лагерь, и всё действие разворачивается именно там. То есть там они в лагере как в пионерский приезжают? Они приезжают... Нет, они едут на уикенд с родителями. Да, это две семьи, которые едут на уикенд к озеру. Это озеро в, скажем так, в чаще леса находится, чтобы добавить больше такой интриги, больше добавить познавательных каких-то элементов для, опять же, для деток, потому что лес, он таит в себе множество различных историй. Это и... Можно развить историю и рассказать о животных, которые там обитают, да, и о природе, о красках природы. Я все эти художественные элементы добавляла в текст, опять же, намеренно, да, для того, чтобы была не только история, повествование, да, был еще познавательный элемент и элемент того, что... Чему бы могли обучиться детки, читая эту историю. А там история развивается и в реале, или это там уже образы и фантазии детские воспринимают мир и параллельный мир какой-то такой? Это вполне реальная история, да, ну, собаки, они немножко одухотворены, да, олицетворяют, в общем-то, деток настоящих. Какому кругу читателей посоветуете такую книжку? Это будет актуально деткам от трех до шести лет точно, а дальше это можно использовать как книгу для самостоятельного чтения, потому что мы с иллюстратором продумали таким образом иллюстрации, и шрифт. Он достаточно крупный, он достаточно крупный, и его очень легко использовать вот для первого чтения. Поэтому будет актуально и деткам и в семь лет, и в восемь лет, и даже в девять лет. Я знаю, что есть у меня такие читатели, которые с удовольствием перечитывают эту книгу и в девять лет. А кто художник? Полина Искандерова. Да, замечательный иллюстратор. В данный момент она уже работает над моей второй историей, и могу сказать, что и вторая история без справок. Вот повезло мне так найти иллюстратора, с которой мы абсолютно сошлись во мнениях, абсолютно сошлись внутренне. Она также чувствует персонажей. И эту историю мы очень быстро завершили. И вторая история тоже с этими же героями уже практически готова. И с моей стороны без справок. Ну а нам повезло, что мы познакомились с вами, и с вашей замечательной книжкой, и увидели эти иллюстрации. И я желаю вам продвижения дальнейшего, чтобы книжка ваша стала популярной, и детям очень понравилась. Потому что детская аудитория — это самая тонкая аудитория. Это правда. Да, для них достаточно сложно писать, потому что нужно учитывать очень много факторов, и для того, чтобы им было интересно и любопытно, но в то же время несложным языком описывать все события, происходящие в истории, есть тонкая грань, и это такая филигранная работа. Большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо. 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 Спасибо.